Друзья, в первую очередь хочется поздравить всех моих земляков армян, прежде всего украинских армян и всех тех армян по всему миру, со всего того огромного армянского мира, которые поддерживают Армению, Арцах и Украину в своем волеизъявлении, в своей борьбе за свободу. У нас в Украине произошло потрясающее, важное и очень нужное событие, и в общем нечто подобное мы ждали давно, и сейчас я этим с вами поделюсь. Вы все уже знаете о том, что супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которую зовут Ганна Агакопян, мама четверых детей, армянская первая леди, которая занимается очень серьезно и очень мощно благотворительной деятельностью, посетила город Киев. президент Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская организовали саммит первых леди и джентльменов. И туда неожиданно, для многих неожиданно, приехала супруга премьер-министра Армении, Ана Агакопян. И это получился очень-очень крутой сюрприз для всех армян, и прежде всего для украинских армян, и для Украины в целом. И вот этой новостью я с вами и делюсь. И это прекрасно. И это прекрасно. Ана Агакопян приехала сюда с таким вот замечательным визитом. Кроме всего этого, после этого саммита, после этого мероприятия, Ана Агакопян поехала в Бучу. В ту самую Бучу, вы знаете, которая находится под Киевом. Это замечательный городок. Кстати, рядом с Бучей в Арпине живет мой двоюродный брат, который был в оккупации больше двух недель. Потом они оттуда чудом, чудом выехали. И по площади вокзальной они бежали через трупы. Это вот наша реальность. То есть это прямо под Киевом. Прямо под Киевом. И Ана Агакопян, супруга премьер-министра Армении, поехала с визитом в Бучу. Посетила школы. Ну, в общем, много-много разных важных заведений посетила с представителями Министерства культуры и так далее. И правительство Армении, в частности, премьер-министр Армении и его супруга Ана Агакопян сделали очень важный вклад. И она с собой привезла гуманитарную помощь. Это более тысячи гаджетов для украинских школьников и тех, кто пострадал в этой войне, малоимущим и так далее. И, то есть, это гаджеты разного уровня. Это планшеты, это компьютеры, это мобильные телефоны, ну и всякие другие аксессуары очень и очень нужные. Я хочу сказать, что... Я это хочу сказать, как украинский армянин. Я хочу сказать, что... Говорю, что этот визит, и то, как он сделан, и то, с чем она приехала, и какие дальнейшие ее шаги, говорят о том, что это сделано просто филигранно. Как по мне, это очень филигранно. Поэтому я горжусь поступком правительства Армении, которое одобрило этот шаг, безусловно, поддержало этот шаг. И... Перша леди Вермении Анна Гакопян сделала очень и очень большое и важное дело. И я вчера написал пост о том, что, представляете, что там у Путина происходит? Они там все в шоке от этого Димарша. Но они также в шоке от второй новости, которая пришла, но о ней я расскажу в следующем видео. Обязательно смотрите. Вот такой вот поступок, вот такой вот шаг сделала Анна Гакопян, супруга премьер-министра Армении. И это, я бы сказал, исторический визит. Исторический визит. И я хочу немножко вас вести, друзья, мои в курс дела. Украинских армян, которые не в курсе, всех наших друзей, знакомых, приятелей, волонтеров, украинцев и вообще людей всех национальностей со всего мира, кто будет смотреть это видео. Я хочу с вами поделиться такой вот очень важной информацией, потому что для нас, для украинских армян, это очень важно. Мы занимаемся общественной деятельностью, благотворительностью, волонтерством. И делаем очень много для репутации, безусловно, нашей исторической, нашей родины предков, Армении. И при всем при этом, большая часть из нас это граждане Украины. Вот я украинский армянин, Самвел, и я являюсь гражданином Украины. Но, безусловно, я никогда не забуду, для меня на первом месте моя родина предков, Армения. Совершенно однозначно. Вот. И наш второй дом, Украина, в котором более 30 лет живет моя семья, наша семья. И, кстати, мы в Украину переехали, наша семья переехала в результате войны в Арцахе, в том самом Нагорном Карабахе, который так назвали преступная большевистская власть, которая отдала в оккупацию Арцах Азербайджану. Но это отдельная история. Я об этом регулярно говорю, смотрите мои ролики. Так вот, друзья, для нас, для украинских армян, особенно те, кто не бесполезны, а те, кто реально заботятся о репутации нашей Родины, о контактах армян украинских и украино-армянских здесь, в Украине, мы делаем очень много для этого. И нас большое количество потрясающих молодежи, взрослого поколения и так далее. Так вот, я хочу сказать про очень важную вещь, что мы знаем, что Армения, так же, как в свое время и Украина, находилась в очень непростой геополитической ситуации. Украина когда-то находилась. А сегодня происходит полномасштабная война, хотя война начата в 2014 году в далеком. И вот Армения до сих пор находится в очень непростой геополитической ситуации. И вы знаете историю в Арцахе война и попытки Азербайджана страны-террорист нападения со стороны восточной границы Армении, со стороны Сюника. И таких попыток уже было несколько. И недавно вот снова были обстрелы и погибло несколько наших армянских военнослужащих. И для нас, украинских армян, этот контакт с нашей родиной предков и с репутацией армян в Украине очень и очень важен. И мы делаем очень много для этого. Но я хочу всем напомнить очень важный момент, что учитывая геополитическую ситуацию, она в целом непростая, да? И несколько месяцев назад один большой армянин, потрясающий армянин, сделал